В Колумбии во вторник второй день подряд бастовали фермеры, специализирующиеся на выращивании кофе. Протесты проходили прямо на автомобильных дорогах, заблокировав движение транспорта. Демонстранты призвали правительство повысить субсидии в связи с падением цен на кофе. В колумбийской кофейной индустрии в последние годы наблюдается резкий спад. Свою роль сыграли и рост песо, и падение международных цен на кофе, и сокращение урожая из-за плохих погодных условий. Между тем, президент страны Хуан Мануэль Сантос раскритиковал забастовки, утверждая, что его администрация готова к диалогу. При этом управляющий Колумбийской национальной федерацией производителей кофе заявил, что протесты не принесут положительного эффекта. «Те, кто собирается выходить на демонстрации, должны делать это в определённом порядке. Мы не думаем, что демонстрации являются решением, и мы говорили это. Забастовки вызывают последствия на рынке, и кроме того, в производстве». Уже в первый день протесты фермеров в различных регионах страны переросли в столкновения с полицией. При этом протестующие говорят, что беспорядки начались из-за силовиков. «Мы сидели здесь в машинах, а они, наяд полиции, пришли со своими дубинками и начали крушить всё вокруг». Колумбия – четвёртое в мире государство по объёму производства кофе после Бразилии, Вьетнама и Индонезии. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова